Сегодня 17-й день Отечественной войны, 2-й Карабахской, которая началась, напомню, 27 сентября 2020 года. Сегодня мы приветствуем и выражаем бесконечную благодарность Кианану Казымову и Владимиру Воробьеву. Низкий вам поклон, приветствую вас. Здравствуйте, спасибо. Итак, я хотела бы спросить, начнем Кианан с вас, как начался ваш боевой путь? Мой боевой путь начался с того, что я шел на работу. Значит, мне позвонил мой отец, Царство Небесное. Вот он позвонил мне, сказал, что, значит, тебя зовут, то есть на войну. Вообще никто не знал, только папа знал. То есть я, когда шел, то есть воевать, я вообще никому не сказал, даже мама не знала. Моя мама сказала, что я уезжаю, не знаю, в Габелу. Вот. И случилось так, что нас отправили уже 27 сентября на войну. То есть для меня это было, как сказать, это было, в первую очередь, это мой долг. Не знаю, я считаю, что каждый мужчина, он должен защищать свою страну, отвечать за целостность страны. Вот. И то есть вот эти слова, которые я сказал, то, что они у меня в сердце. То есть я был рад, потому что вопрос Карабаха, он был всегда в приоритете. Да. Да. И то есть я не знал, то есть то, что я буду воевать, чтобы освободить наши земли. Иван, честно, никакого страха не было? Это же нормально. Честно сказать, мне самому было интересно. Все-таки война. Да. Мне было всегда интересно, то есть я 27 сентября, мы уже были в физбуле. Мне было интересно, как я отреагирую это. То есть, например, падение ракеты, не знаю, там, пули и все остальное. Ну, не знаю, Господь дал мне силы, потому что, не знаю, я просто не чувствовал. Я не чувствовал то, что, не знаю, ракеты летят. То есть у меня в голове было то, что, какую нам задачу дали, ее нужно выполнять. И, я не знаю, то есть я был прям заряжен энергией, потому что, значит, моя тетя мне позвонила, значит, 28 сентября. Мы с ребятами сидим, то есть сидим, и то есть всем нужна мотивация. Потому что, не знаю, то есть война все-таки, и то есть люди разные бывают, и всегда нужна мотивация. Мне позвонила моя тетя, ее сына зовут. Вот она говорит, что ты, в общем-то, где? То есть я уже, не знаю, второй день меня нету. Она говорит, ты где, в общем? Я говорю, вот так вот, то есть меня забрали на войну. Вот, с ребятами сидим, то есть вот так. Она мне говорит, типа, если ты оттуда вернешься, не то, что вернешься, то есть если ты туда пошел, ты должен забрать это. И я что сделал? Я включил громкую связь, сказал ребятам, послушайте, что она говорит. То есть все зародились энергией, то есть я сам прям, я не знаю, у меня прям дух поднялся. И то есть вот такие мотивации со стороны, там, я знаю, например, даже люди, когда мы ехали на войну, они нам, не знаю, кидали, не знаю, там, еду и воду. То есть это была очень прям энергия, прям очень, не знаю, очень приятно, то, что вот такие есть люди. Спасибо большое. Владимир, вопрос к вам. Как начался ваш боевой путь, как вы оказались на войне? На момент начала боя я был на сочной службе в армии, и как-то никто не ожидал. Как-то раз просто ночью, утром дали боевую тревогу, и мы все вооружились по машинам, как-то и поехали в сторону Карабаха. Какие чувства вы испытывали? Чувства были смешанные на самом деле, было и страшно тоже, конечно, всем было страшно. Да, это нормально. У всех такое впервые, но были чувства такие, знаете, патриотизма и как-то счастье, что вот мы в этом поучаствуем, это, не знаю, это... Это история. Это история, мы ее напишем, да, так скажем. Мой отец тоже воевал в Первую Карабахскую войну, и это отразилось на нашей семье, и поэтому мне тоже хотелось пойти и собрать эти земли, наконец-то, которые тысают в оккупации. Не знаю, было счастье то, была гордость за то, что мы в этом поучаствуем, мы сделаем это. Отец наверняка много рассказывал о своем участии в войне. Да, отец был ранен в руку, сквозь на ранение. Он много об этом рассказывал на самом деле. То есть, получается, вы с самого детства знали про Карабах, уже ощущали, что наши земли, и за них нужно воевать. Да, да, да. А все-таки, как вот русским живется в Азербайджане? Казалось бы, первым делом это азербайджанцы должны пойти воевать, нет? Я считаю, что нет разницы в национальности. Это наши земли, это наша родина. Мы здесь родились, выросли здесь, кушали, учились, все, что бы не было. Мы делали в этой стране, поэтому наша родина, и мы должны за нее воевать, за любой кусочек ее территории. Если я не ошибаюсь, вы говорите на азербайджанском, да? Да. И у вас друзья азербайджанцы, общаетесь на азербайджанском? Да, у меня много людей азербайджанцев, знакомых, мы общаемся на английском языке, нет проблем. Я все-таки попрошу вас что-нибудь сказать на азербайджанском, можно? Проблема есть, если у вас нет, то я не знаю, что это проблема есть. Карабах, азербайджанцы. Карабах, азербайджанцы. Калеба, безумные. Спасибо большое. Кянан, вопрос к вам. Хотелось бы узнать о ваших ранениях, на каком этапе войны получали ли ранения? Значит, этапы войны, это уже был, можно сказать, что конец войны. Ну, не прям конец, это была середина, 21 октября. Во время боевых действий, значит, у меня был друг, близкий друг, к которому прям, как говорится, спину к спине воевали. Как его зовут? Его зовут Солнцев Дмитрий. Это известный участник войны. Да, Шахид, мой очень близкий друг. То есть, во время нападения врагов, так скажем, получилось так, что я его потерял. И, значит, у меня был, у нас есть друг Имран, вот, он сказал мне то, что, Чанан, давай, мы были, то есть, на скале, можно сказать. Мы были с левой стороны скалы, а правая сторона была пуста. И Имран мне сказал то, что давай мы хотя бы вдвоем пойдем на ту сторону, потому что они могут обойти нас. Хотя бы остановим их. И когда мы с Имраном шли, я увидел то, что Дима сидит возле старого дома, то есть, осколки дома. Он сидит там, и я уже стал идти к нему. Я уже дошел до него, и прям в тот момент, когда, то есть, я ему сказал то, что, Димка, здесь нельзя сидеть? И в этот момент, то есть, упала ракета на нас. Я получил осколочное ранение в голову. То есть, полголовы у меня не было черепа. Спасибо президенту, в первую очередь, то, что он создал, то есть, нам дает возможность восстановиться, то есть, прийти в новую жизнь, хотя вернуться к жизни. То есть, меня отправили в Турцию, там сделали мне около двух, трех-двух операций. Все было очень отлично, я пришел в себя. Вот, и, то есть, ранение было очень сложное, потому что у меня был микроинсульт, право странно не работало. То есть, я потратил очень много времени, чтобы начать разговаривать, в первую очередь, я вообще не умею разговаривать, то есть, как маленький ребенок стал уже, заново учиться, вот, ходить, там, не знаю, что-то. Вот, то есть, я уже восстановился, вчера Аллах, я не знаю. А Дима погиб там? Дима погиб, да, потому что я не знал, то, что он погиб, то есть, как вам сказать, я думал, то, что я его стал оттуда вытаскивать, когда я его вытаскивал, у меня право странно, то есть, отошла, я уже замерзала. После этого я, значит, спускался вниз, там был мой друг Али, вот, он перемотал мне голову, то есть, каску поставил, то есть, я шел, я не знал, что я ранил голову, и я думал, то, что у меня просто пот течет. И вот, в общем, я спустился вниз, ребятам уже хотел, то есть, я им в голове говорил, то, что, не знаю, идите, спустите Диму, там, не знаю, помогите ему. Оказывается, то, что я вообще не умел говорить, то, что я говорил, то есть, неразборчиво. Они просто мне не говорили, то, что ты неразборчиво говоришь, чтобы прям у меня в стресс не впадать. То есть, я услышал свою речь, после этого у меня был очень сильный стресс, потому что я не мог объяснить никому, то, что, то есть, или помогите нам. Потому что, в тот момент, то есть, уже было очень и страшно, и сложно, потому что было и ранение, и просто у меня православие не работало. И, я не знаю, поверите вы или нет, я три километра с своим ходом, то есть, вернулся. То есть, ребятами тоже помогали, кто-то, не знаю, справа, слева, но я своими ногами дошел до пункта, откуда отправляют в госпиталь. Значит, после этого, я, то есть, я узнал 20, где-то, в декабре, я узнал, что Дима умер. Для вас эта дружба значила? Это было для меня очень сложно, потому что я его ждал, и, то есть, во время, например, когда говорили, то, что война закончилась, честно, я, мне не было никого, я, я радовался, но у меня, то есть, не было прям сильной радости, потому что у меня там друг, погиб, я не знал, что он погиб, и я просто хотел вернуться, хотя бы что-то сделать, и в тот момент, то есть, мой брат мне сказал, то, что, я знаю, что это твой друг, я не знал, он мне показал фотографию, он, то есть, во время войны, он всегда был в очках, я уже запомнил его в очках, оказывается, то есть, у него другие фотографии, без очков, в итоге, я его узнал, не знаю, это было для меня шоком, и очень сильным стрессом, стрессом, после войны, уже было, я не знаю, я уже познакомился с его сестрой, солнцевой Юлей, с Анаром, не знаю, то есть, они уже были для меня второй семьей, то есть, очень близкие мне люди, то есть, вот так вот, у меня было ранение, то, что, вдруг, умер, но, если признаться, ты увековечил, так скажем, память о Диме, сделал татуировку, да, я сделал татуировку, в память о нем, чтобы никогда не забывать, я бы, все равно не забыл бы, но, все равно, то есть, чтобы, например, и люди видели, люди видели, спрашивают, что это, я объясняю, то, что, что, что есть такой вот человек, солнце Дмитрий, потому, что он, очень много всего, вложил в эту войну, он был для меня головой, мы, то есть, мы с ним договорились, он был головой, а я был руками, да, он очень много всего сделал, там, мы с ним вытаскивали, и людей вытаскивали, не знаю, из-под пули, из-под мин, я не знаю, просто, этот человек, чисто для меня, потому, что многие люди не знают, о его пути войны, он был рядом со мной, и я говорю о том, что, я бы ему дал, героя войны, потому, что он достойный этого, я, я не говорю о том, что я герой, он просто мой друг, я видел его путь, многие люди видели его путь, просто, очень мало людей о нем говорят, поверьте, каждый участник, второй Карабахской войны, для нас, герой, для народа всего, герой, светлая память, Диме Солнцеву, Владимир, хотелось бы спросить, у вас, вот, терять сослуживцев, наверное, самое тяжелое, что вам запомнилось во время войны больше всего, теряли ли вы со своих друзей? Да, к сожалению, мы тоже потеряем много ребят, много молодых ребят, сослуживцев, с которыми мы успели подружиться за столь короткое время службы, это, мне кажется, самое сложное, что есть на войне, потерять близких, потерять ребят, знакомых, я думаю, это самое сложное на войне, сложнее этого ничего нет. Что вам запомнилось в вашем боевом пути, именно, что вы можете нам рассказать, поделиться? Как вам сказать? Как война отразилась на вас? Стал более, не знаю, может, ответственным, стал более таким, лишительным, не знаю, как-то променялся в характере, характер стал более таким жестким, как-то вот так. Вы служили в спецназе, да, если я не ошибаюсь? Поэтому вы настолько несговорчивы? Да, есть такое. Ничего нельзя рассказывать и поделиться. Чем вы занимались до войны и как ваша жизнь изменилась после? До войны я учился в лицее, после школы. Старался выучиться профессии, развиваться в этой сфере. Потом так получилось, что меня забывали в армию, и там я попал на войну после демобилизации. Я работал в некоторых работах, в нескольких работах за эти четыре года. и в последнее время я прошел курсы на одном заводе. Сейчас, на данный момент, я без работы. Я прям вижу вас такого военного человека. Нет желания прям пойти в спецназ? Было в детстве, после рассказов отца, как-то я это все увидел, как-то сейчас я не сказал бы, что есть такое желание. Ваша семья наверняка гордится вами. Отец, что вам сказал после окончания войны? Вы прошли всю войну. Отец со мной, так скажем, особо на эту тему не разговаривал. Он просто меня обнял, когда я пришел, он ничего со мной, я даже не говорил. Просто сказал, что я знаю, я понимаю, что ты сейчас испытываешь, какие эмоции ты испытываешь. Я знаю, я понимаю, все будет хорошо. Это все про что-то, все закончилось. Мы победили. У нас осталось мало эфирного времени. Я хотела бы еще спросить, Кьянан, война как отразилась на вас? Чем вы занимались тоже до и что сейчас? Чем вы занимаетесь? До войны я занимался. Я был фотографом, футбольным фотографом. И после войны, из-за того, что у меня было сильное ранение, у меня была очень долгая реабилитация, лечение. Лечение. Я считаю, что, я не знаю, мне кажется, что она на мне даже не относилась. То есть, я не даже не поменялся в характере. Потому что, не знаю, то есть, нет у меня ничего такого, чтобы я что-то агрессивно кому-то что-то сказал. Я могу контролировать свои эмоции в первую очередь. То есть, я всегда контролировал свои эмоции и сейчас это для меня несложно. Вот. То есть, я считаю, что война на мне вообще не отразилась. Владимир, последний вопрос. И завершаем наш эфир. К сожалению, эфирное время подошло к концу. Хотелось бы у вас спросить, даже не спросить, а что бы вы могли сказать семьям шехидов, тем участникам войны, которые получили тяжелые ранения, сейчас проходят реабилитацию, как-то вдохновить их, что бы вы могли им сказать, что все не напрасно возможно? Я хотел бы сказать, что терпение всем родителям шехидов, семьям шехидов, нашим Гази, которые как-то были ранены за эту войну. Хочу пожелать терпение от всего сердца, большого-большого терпения. Дай Бог им терпения, здоровья, все позади, земли наши, все будет нормально, все будет хорошо. Это того стоило. До того стоило. Спасибо вам огромное, действительно, наши герои, спасибо огромное за то, что рассказали про Диму Солнцева, очень приятно и, конечно, грустно, человек не может прийти, к сожалению, сам и рассказать о себе, вот как вы говорите, о его боевом пути мало кто знает, но я уверена, после сегодняшнего эфира о нем узнали больше. Спасибо вам огромное еще раз и низкий поклон. Спасибо и вам. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.